Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. В борьбе с коронавирусом Фаусту Гризини скончался, говорится в сообщении команды в Твиттере. Фаусту Гризини был госпитализирован с диагнозом COVID-19 27 декабря 2020 года. После этого его состояние то улучшалось, то ухудшалось. Сразу после госпитализации в течение нескольких недель Гризини находился в состоянии искусственной комы. 10 февраля стало известно, что 60-летний Гризини вышел из комы. Но 18 февраля клиника в Болонье опубликовала пресс-релиз, в котором говорилось об ухудшении состояния его здоровья. Как сообщали врачи, Гризини не дышал самостоятельно и повторно был введен в искусственную кому. 23 января Фауста Гризини исполнилось 60 лет. Все в Гризине рейтинг выражают поддержку семье Фауста. Его супруге Наде и их детям Лоренцо, Луке, Алисе и Аньезе. А также всем, кто за эти годы имел счастье узнать его и любил его. В Гризине участвовал в 125-кубовом классе чемпионата мира по мотогонкам с 1983 по 1994 год. Дважды он завоевывал титул на байке Горелли в сезонах 1985 и 1987 годов. Всего за карьеру он одержал 21 победу и 47 раз поднимался на подиум. Вскоре после завершения карьеры Фауста основал собственную команду, гонщик которой Дейджиро Като стал в 2001 чемпионом. Вместе с японцем команда пришла в премьер-класс, но в 2003-м Като, к сожалению, попал на Сузуки в смертельную аварию. В том же сезоне другой гонщик Гризини Сете Жибернау стал вице-чемпионом мира и повторил этот результат в следующем сезоне. А в 2005-м второе место в общем зачете занял еще один представитель команды Марко Меландри. Последнюю на настоящий момент победу Гризини принес Тони Элиас. В 2006-м году в Эштариле он в невероятной гонке на две тысячных секунды опередил Валентину Росси. Спустя четыре года тот же Элиас стал в команде Фауста чемпионом Мото 2, а третий титул ей принес в 2018-м Хорхе Мартин, ставший сильнейшим в Мото 3. В 2015-м Гризини прервал многолетнее сотрудничество с Хонда и занялся заводской программой «Апрелия». В начале декабря он объявил, что с сезона 2022 команда расстанется с итальянской маркой и будет выступать самостоятельно. Увы, сам Фауста ничего этого уже не увидит. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!